Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор Мейкер. Давненько я не брал в руку шашку. В смысле, давненько я не делился с вами страшными историями. А ведь их есть у меня. Вот одна из последних. Но стоп! Что это я о новостях? Сначала гляньте, что с моей рукой. Жуть какая-то. Не могу сказать, что ощущаю боль. Нет, особой боли нет. Но все же очень неприятно. Рука словно набухшая, как будто не рука, а какое-то бревно. По крайней мере, так я ощущаю. Так что же случилось? Просыпаюсь сегодня утром и не могу поднять левую руку. Она словно какая-то одеревеневшая. Скосил на нее глаз. Вижу, господи боже, вены, артерии. В общем, все сосуды на руке странным образом выперли наружу. Приблизились к коже и стали видны так, будто кожа стала полупрозрачной. Я, в общем, конечно, сразу смекнул, что это происки моих фигурок. Они снова чего-то там наколдовали. Снова посылают мне сигнал, мол, давай, бро, не расслабляйся. Получай подписчиков поскорее. Серебряный значок ютуба. Да, да, мастер, именно так. Да, да, все так. Все ты верно говоришь. Давай серебро, на меньшее мы не согласны. Да, давай серебро, давай. Да я ведь с вами согласен, господа монстры. Наши цели совпадают. Я тоже хочу серебряную кнопку. Но вы поймите, дело ведь не во мне, а в зрителях. Если они увидят, что вы хорошие ребята, хоть и монстры, то обязательно подпишутся. А ты поскорее лепи, хоррор-мейкер, и лучше лепи. А то вон у других давно уже есть, не то что серебряная клопка, золотая. Иначе мы продолжим терзать твои руки. Ну что тут поделаешь, друзья, и как прикажете с ними бороться? Очень прошу вас, подписывайтесь поскорее. А то не в моготу мне. Чую, что-то нехорошее могут сотворить с руками. И я вовсе перестану лепить. И что тогда? Кому от этого будет лучше? Да никому. Да и про лайкосики не забывайте. Лайки тоже в нашем деле пригодятся. А еще делитесь моими видео. Знаете, как это делать? Когда вы смотрите ролик, под роликом, точнее под окном просмотра. Сначала вы видите название ролика. А под названием есть такая кнопочка. Так и написано. Поделиться. Кликните на нее. У вас появится такое окошко. Можете нажать на стрелочку. Полистаете дальше. Увидите другие ресурсы, на которых можно делиться. Например, ВКонтакте, Твиттер и другие. Кликните на этот ресурс, в котором вы хотите поделиться. А можно просто нажать на копировать. Скопируйте ссылку, а потом разместите ее там, где сами захотите. Понимаете? В общем, поделитесь моими роликами с друзьями, родными и близкими. Это очень важно. Очень поможет развитию канала. Ага, вот еще что. В конце ролика я сообщу кое-что такое, что очень понравится моему одному зрителю. А теперь внимательно слушайте, о чем я узнал из британской газеты The Sun. Точнее, не из самой газеты, а от знакомого корреспондента этой газеты, Фила Монахью. Дело в том, что он расследовал одно криповенькое дельце, очень тщательно и досконально. Но главный редактор зарубил его статью. Посчитал, что она может посеять панику среди населения. И поэтому ее не стали печатать, отложили. Но история-то была... Не спешите. Все по порядку. В одном британском маленьком городке в графстве Глостершире жила прекрасная семья. Родители, трое детишек, два мальчика и девочка. И бабушка. Хорошо жили, не тужили. Папа работал на заводе по сбору компьютеров. Мама в маленьком магазинчике. Дети ходили в школу и садик. Бабушка была дома и занималась садом. В один прекрасный воскресный день семья поехала в Лондон посмотреть на достопримечательности. Дети больше всего хотели покататься на колесе обозрения. Его еще называют чертово колесо. А в Лондоне этот аттракцион называется London Eye. Глаз Лондона. А бабушка осталась дома. Ей очень нравилось ухаживать за газоном и розами. Когда вечером родители с детьми вернулись из Лондона домой, они увидели жуткую картину. Сначала, когда они подъезжали к своему дому, мимо них проехала скорая помощь, отъезжающая от дома. Родители сразу поняли, что-то случилось. Подъехав к дому, они увидели, что весь участок огорожен полицейской лентой. За ней толпились зеваки. Детям показалось, что среди зевак они заметили человека с перевернутым лицом. Впрочем, дело не в нем. Если кто не в курсе, что это за зловещий монстр, человек с перевернутым лицом, смотрите этот ролик. Первонаперво родители подошли к полицейскому и спросили, что произошло. А вы кто? Спросил полицейский. Мы владельцы этого дома. Попытка грабежа и убийства, пояснил полицейский. К сожалению, есть жертвы. Бабушка, бабушка жива? Да, бабушка жива. Семью сразу не пропустили в дом. Детей отвели в сторону и сказали, что они должны побыть снаружи под охраной специального агента. А родителей главный полицейский сразу стал допрашивать, куда они ездили, когда, при каких обстоятельствах. Но не все так просто. На вопрос папы и мамы, что же такое произошло в их доме, полицейский как-то странно мялся и мямлил что-то несуразное. Но потом мало-помалу рассказал. И вся картина стала ясна. Через минуту и вы, мои друзья, узнаете, что же такое случилось в доме мирной британской семьи. В дом вломился залетный грабитель, вроде чеченец. Специальной алмазной пилкой он вырезал в окне небольшой фрагмент, через который просунул руку и открыл окно. К несчастью, бабушка услышала какие-то звуки и поспешила в комнату, из которой раздавался шум. Там-то ее и подстерег грабитель. Он связал бабушку, засунул ей в рот кляп и отволок ее в кладовку. После того, как он обчистил всю квартиру и сложил ценные вещи в заранее заготовленную сумку, он поспешил на выход. Но дело в том, что грабитель не мог открыть двери, поскольку они были оборудованы специальной сигнализацией, а кода он не знал, и решил выйти через окно. И вот тут-то все и произошло. Когда грабитель открыл окно, взял в руки сумку, чтобы сначала выбросить из окна сумку, а затем вылезть самому, внезапно из оконного проема высунулось что-то жуткое и страшное, напоминающее гильотину. Только не простая, а с зубами. И этими страшными зубами она хрясь! Грабитель пополам. Но останки тела остались лежать на подоконнике. Какие-то части на земле под окном. По какой-то причине окно их не сожрало. Возможно, не смогло дотянуться. Вот и вся история, друзья. Оказывается, есть и такой вид пожирателей, окнопожирателей. Уж не знаю пока одно ли оно такое, или есть и другие. Как всегда, началось расследование. Но его, само собой, сразу засекретили. А я тем временем долепил окно пожирателя. Вот оно какое. Обратите внимание на зубище. Ага, а теперь самое главное. На мысль о существовании такого пожирателя меня натолкнул мой зритель. Лич Косос. Спасибо тебе, бро, за идею. А ну-ка, лись. Ты что-то знал, да? Может, ты какой-то засекреченный агент? В общем, продолжаю исследовать тему пожирателей и собираюсь в поездку в Чернобыльскую зону. Главную штаб-квартиру SCP фонда.